всем привет в прошлом году на моем канале вышло видео где рассказывал как можно почистить швы межплиточные используя 5 различных вариантов он видео я вычищал из швов старый многолетний клей комментарии к этому видео многие зрители написали а почему бы вам не показать как это происходит с настоящей фугой ну то бишь затиркой и вот мне представилась такая возможность одного из ролика где я проводил тестирование защитного средства атлас дельфин мне такая возможность выдал и так что мы имеем мы имеем шов которому больше двух недель то есть материал у нас превратился в очень устойчивую субстанцию да еще покрытый сверху средством защитным атлас дельфин и так что мы будем делать технология будет такая для начала берем средства атлас шоп пара слов о сфере применения и так атлас шоп служит для удаления загрязнений после цементных и известковых растворов применяется также для смывания грязи и осадков пятен возникших из содержащихся в воде минералов ржавчины ну и тому подобное средство предназначено для очистки керамических плиток глазурированные плитки терракотовые плитки клинкер каменные плитки а также сантехники хромированные лакированные поверхности поверхности из стали и искусственных материалов можно применять внутри и снаружи зданий наносить средства необходимо в допустимых пропорциях а именно для удаления крупных старых остатков цементных растворов таких как клеевой раствор выравнивающий раствор штукатурный раствор без разбавления цементный же налет вызванный раствором для затирки швов клеевым раствором и другим он уже разводится пропорциях 1 к 3 1 к 5 если вы хотите убрать остатки грязи или извести состав необходимо развести от 1 к 5 до 1 к 10 если у вас имеются пятна ржавчины или водопроводной воды разводим состав от 1 к 10 до 1 к 15 состав от атлас является продуктивным и эффективным средством благодаря оптимально подобранной рецептуре он позволяет быстро устранить даже самые старые загрязнения состав содержит неорганическую кислоту поэтому не рекомендуется применять его для устранения загрязнений на элементах и основаниях которые не устойчивы к его воздействию например на мраморе или эмали в случае сомнения я рекомендую произвести пробную очистку перед применением места загрязненные продуктами содержащими цемент или известь следует предварительно немного смочить водой для нанесения препарата и дальнейшей очистки поверхности лучше всего применить щетку или губку в зависимости же от параметров основания интенсивности и вида загрязнений рекомендую применять средства без разбавления на сильно загрязненные места следует нанести неразбавленную жидкость и оставить на несколько минут чтобы жидкость начала действовать а затем можно приступить к устранению загрязнений нужно быть особенно осторожным во время выполнения работ на поверхностях на которых находятся растворы содержащие цемент или известь например керамические покрытия швы которого заполнены цементной жидкостью для затирки швов применение в этом случае неправильно разведенного средства может привести к вымыванию раствора или к нежелательному окрашиванию в любом случае очищенную поверхность нужно тщательно промыть чистой водой или водным раствором с легкой щелочностью при нанесении средства нужно стараться чтобы она не попадала на поверхность плитки для этого после нанесения сразу удаляю излишки салфеткой после прошествия некоторого времени в каждом случае она рассчитывается индивидуально строительный нож легко очищает швы убирается клей ножом очень легко так как стал мягким и податливым несмотря на то что производитель рекомендует его разводить я буду применять его без разведения как это будет выглядеть я вам сейчас покажу итак я беру кисть и буду наносить средство прямо в шов самое главное нежелательно чтобы у вас средство попадало на края плитки поэтому сразу будем протирать места контакта туалетной бумагой чтобы это средство убрать с глазури если у вас есть вот такая лента можно края проклеить этой лентой но я это делать не буду я лучше протру туалетной бумагой и так средство я нанес оставляю на некоторое время края тут же протираю не отходя от косы как говорится жду пока средство впитается возможно впитывание будет не таким быстрым потому что все-таки атлас дельфином покрыта я оставил здесь специально эту надпись чтобы мы понимали что шов у нас гораздо сложнее чем шов обычный а кстати забыл сказать затирка у нас цементная на цементной основе для того чтобы нам затирку убрать мы будем применять два основных инструмента это нож строительный и вот такой скребок скребок имеет специальное карбидное напыление толщина скребка порядка двух миллиметров вот такие у нас будут инструменты прошло буквально несколько минут и я вижу что средство впиталось я для ускорения процесса нанесу еще один слой средства с названием шоп хотя по-польски читается наверняка по-другому ну я так думаю и так снова еще раз и подождем пока впитается не забываем с краев средство убирать в обязательном порядке при работе со средством не забываем о собственном здоровье предохраняем руки и органы дыхания ну руки в основном поэтому работаю и перчатках и так средство у нас снова впиталось теперь пробуем значит для начала мы возьмем нож я сразу же по ощущениям понимаю что фуга стала мягкая фугу которая у нас из шва убирается сразу утилизируем в общем-то как мы видим можно сразу работать и строительным ножом но все таки скрепком работать лучше давайте покажу как это делается здесь самое главное постараться держать его ровно чтобы не повредить края у самой плитки если фуга будет тяжело уходить можно использовать дополнительное средство шоп как видите завито здесь от души на всю глубину шва поэтому потребуется некоторое время еще ну вот и все понадобилось буквально пару минут чтобы очистить шов все ремонту спасибо за просмотр подписывайтесь на канал здесь говорят о правильном ремонте удачи вам и огромного здоровья